Европарламентариям становится все сложнее усидеть на шпагате между одобрением проевропейской и проамериканской политики Киева и попытками реагировать на дальнейшее политическое закручивание гаек в Украине лишь выражением глубокой обеспокоенности. Да-да, речь о том самом соглашении об ассоциации зоне свободной торговли, которая и послужила формальным поводом для начала Евромайдана в конце 2013 года. Но как же реагируют на подобные недвусмысленные сигналы в Киеве? В Киеве, похоже, ничего делать не собираются. Да-да, не удивляйтесь, американские демократы хотели объявить импичмент человеку, который уже покинул президентское кресло с тем, чтобы он больше никогда его не занял. Это, с одной стороны, вполне прогнозируемый реверанс в сторону Москвы, а с другой стороны – констатация факта. Довая Лама сказал, что его реинкарнация должна быть осуществлена в соответствии с прошлой традицией. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Международная панорама» и я, Данил Богатырев. На минувшей неделе не обошлось без забористой зрады, прилетевшей в Украину со стороны вожделенной Европы. 10 февраля Европарламент 526 голосами утвердил резолюцию о выполнении Киевом соглашения об ассоциации. Да-да, речь о том самом соглашении об ассоциации зоне свободной торговли, которое и послужило формальным поводом для начала Евромайдана в конце 2013 года. Помимо протокольных фраз о признании евроинтеграционных устремлений Киева, в резолюции Европарламента содержится довольно жесткая критика украинской стороны. Касается она главным образом вопросов коррупции, недостаточно оперативного выполнения требований западных кредиторов по реформированию судебной системы и нарушений прав человека, сопряженных с разгулом радикализма. В частности, в документе говорится, «Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине, а продолжающийся конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной Рады проводить реформы». Также докладчик Европарламента по украинскому вопросу, депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галлер, добавил, что олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние и все еще необходимо принять некоторые дополнительные меры, чтобы избежать отката назад с упором на судебную систему. По сути, данные заявления отражают основное намерение международных кредиторов Украины на текущий момент, а именно попытку вынудить Киев реформировать судебную систему с привлечением к процессу утверждения судей так называемых международных экспертов. Европейцам и американцам это необходимо для получения контроля над украинской судебной системой и устранения тех робких потуг к независимой политике, которые, как ни парадоксально, осуществляют в нашей стране крупный национальный капитал. То есть те самые олигархи, о сохранении влияния которых так сетуют в Европарламенте. Кстати, вышеописанное требование о проведении судебной реформы под чутким надзором западных партнеров на минувшей неделе выдвинул Украине и Международный валютный фонд. 13 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре кредитной программы «Стендбай» принято не было. Это означает, что очередной кредит на сумму в 700 миллионов долларов, который правительство Дениса Шмыгаля стремилось получить до конца текущей зимы, Украине пока не светит. Как сказано в сообщении, по итогам деятельности миссии МВФ в ходе работы ее представители обсуждали с украинскими коллегами усиление управления Национальным банком Украины, улучшение законодательного и регуляторного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также меры, направленные на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе. Также обсудили законодательные инициативы в отношении восстановления и усиления антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства и мероприятия в секторе энергетики. Собственно, вышеописанное – это список требований МВФ к Украине для предоставления очередного кредита. Среди них – повышение налогов, усиление контроля над финансовой активностью граждан и осуществление судебной реформы с учетом интересов западных партнеров. Однако вернемся к резолюции Европарламента, о которой мы упоминали выше. Симптоматично и то, что она содержит критику Украины за ухудшение ситуации в сфере прав человека. Вот что там сказано об этом. Европарламент сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях. Настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как миротворец, которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств. Разумеется, это выражение обеспокоенности по поводу прав человека в Украине появилось в резолюции Европарламента преимущественно для галочки. Не замечать факты роста радикализма в Украине уже невозможно, а отсутствие хотя бы номинальной реакции на них дало бы повод обвинить европейские власти в двойных стандартах. Тем не менее, вряд ли в этом вопросе европейцы пойдут дальше, чем вышеописанная легкая и осторожная критика. В целом, они воспринимают действующие украинские власти как вполне лояльные себе и соответствующие их политическим интересам, а значит, на вопросы соблюдения этими властями прав человека и демократических стандартов будут смотреть сквозь пальцы. И все же, после ряда предпринятых украинскими властями мер в сфере подавления инакомыслия и ущемления свободы слова, здесь мы имеем в виду недавнее внесудебное закрытие трех телеканалов из холдинга народного депутата Тараса Казака, европарламентариям становится все сложнее усидеть на шпагате между одобрением проевропейской и проамериканской политики Киева и попытками реагировать на дальнейшее политическое закручивание гаек в Украине лишь выражением глубокой обеспокоенности. О том, почему в резолюции Европарламента о выполнении Украиной соглашения об ассоциации содержатся именно такие формулировки, поговорим с директором Украинского института политики Русланом Бортником. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Данил. Почему именно такие формулировки появились сейчас в резолюции Европарламента? Хороший, вы знаете, вопрос и непростой. Потому что я смотрел резолюцию Европарламента, мне кажется, что все же она является еще одним примером, такой, знаете, двойной логикой наших европейских партнеров. С одной стороны, да, есть красивые слова о свободе слова, о политической конкуренции, о недопущении преследований по тем или иным признакам, журналистам или национальных меньшинств. А с другой стороны, есть общая похвала украинской власти, которая идет правильной дорогой реформы. Поэтому, в общем, доклад для Украины, я считаю, достаточно позитивный и очень лояльный. А вот эта риторика, связанная с негативной критикой, с критикой того, что в Украине не собираются какие-то отдельные демократические стандарты, она просто такая символическая, она риторическая. То есть, это критика, за которой не стоят реальные действия или реальные осуждения со стороны Европейского Союза. Вот тот же миротворец уже раньше вспоминался в резолюциях Европейской Советы Европы и высказываниях министра иностранных дел Германии. То есть, насчитали где-то раз в 5-7, угнали миротворец, и Украину за него критикуют, но никто ничего не делает. Санкции же, их нет в отношении реальных собственников миротворца. По национальным меньшинствам мы засчитали 11 случаев за последних 5 лет, начиная с Венецианской комиссией, заканчивая Европейским парламентом полтора года назад, которые уже призывали Украину вести соответствующие изменения и избежать дискриминации в этой сфере. По политическим оппонентам критика тоже она постоянная, но эта критика она виртуальна. В отличие от многих других направлений, никаких либо санкций, экономического ассоциирования и политического давления за этой критикой не стоит. Ну то есть, это получается выражение глубокой обеспокоенности, такое вот клише. Я бы даже сказал, что это такой пиар европейских партнеров внутри украинского общества, своих обществ. Они показывают, смотрите, какие вы правильные и хорошие. Мы говорим, что мы вот это не поддерживаем. В принципе, вы хорошие ребята, вы молодцы, вы правильной дорогой идете, вы наши, это самое главное. Хотя вы делаете какие-то очень плохие вещи. Ну вот я тоже читал текст этой резолюции, мне в нем показалось самым важным, ну тем, что, собственно, хотят донести европейские парламентарии, это именно вопрос судебной реформы. И более того, говорил об этом недавний представитель МВФ Йоста Люнгман после того, как миссия завершила работу в Украине и программа стендбай не была пересмотрена, то есть очередной кредит не будет выделен в ближайшее время. Сейчас весь Запад напирает на украинские власти в вопросе того, чтобы осуществить судебную реформу с привлечением международных экспертов к подбору украинских судей. Как вы считаете, насколько власти в Украине готовы поддаться этому давлению и выполнить именно все требования европейцев, американцев в отношении судебной реформы? Я думаю, что тут можно говорить о консолидированной позиции украинской власти и внешних игроков. И Зеленский, и МВФ, и европейские партнеры заинтересованы перезагрузить судебную систему. Для Зеленского судебная система – это судебная система времен Порошенко и Януковича. Там присутствуют чужие судьи, а не мои. Для западных партнеров они в определенный момент обнаружили, что именно судебная система является таким себе барьером для продвижения их интересов. Западные партнеры сегодня эффективно присутствуют в украинской экономике, в правоохранительной и коррупционной сфере, в государственном управлении, в Верховной Раде, в парламентском разрезе. Но они слабо представлены в судебной отрасли. И судьи часто блокируют многие решения в интересах западных партнеров. И вот вся эта история с судебной реформой, напомню вам, шестой или седьмой за последних семь лет. Петр Порошенко пять их провел, включая изменения в Конституцию. На самом деле это попытка обосновать очередную перезагрузку судебно-судейского корпуса для того, чтобы туда пришли более правильные люди с точки зрения инициатора этой реформы. Но ведь на самом деле, Руслан, в том, что вы говорите, вырисовывается конкретное противоречие между президентом Владимиром Зеленским и нашими западными партнерами. Потому что да, действительно, и те, и другие заинтересованы в перезагрузке судебной системы, в приведении туда новых кадров, но каждый из них хочет привести именно свои кадры. То есть Зеленский хочет завести своих людей, а западные партнеры хотят завести своих людей. Вот не будет ли между ними в этой связи какого-то трения? Ну, во-первых, их объединяет, что они хотят поменять тех людей, которые там есть. А во-вторых, судейская система очень большая. То есть это десятки тысяч людей. И Зеленский чудесно понимает, что западные партнеры в лучшем случае смогут повлиять на формирование нескольких центральных органов судейской системы. То есть в то же время это откроет для Зеленского возможность перегрузить всю систему. Поэтому я думаю, что тут кризиса какого-то или, скажем так, серьезной конкуренции пока что нет. Она в будущем обязательно будет. Когда начнут формировать новый состав высшего Верховного суда Украины, Конституционного суда, там будет конкуренция. Да, но это в будущем. Сейчас важно свалить то, что есть. Еще одно требование наших западных партнеров, вот в частности из Международного валютного фонда, это, как они говорят, оптимизация фискальной политики. Ну, мы с вами понимаем, что это означает увеличение налогов. Вот банально. И всевозможные законопроекты соответствующие подаются в Верховную Раду. Это и законопроект, точнее, Третьяковый об конфискации жилья за долги по коммунальным услугам и множество других. Бюро экономической безопасности. Ну, всевозможные законодательные инициативы. Скажите, неужели во власти в Украине не понимают, что зажимая вот эти налоговые гайки, они рискуют просто, что называется, пережать и вытеснить большинство нашей экономики, подавляющую ее часть, в тень, в черный нал? Я думаю, что в этой ситуации не идет напрямую о росте налогов. Речь идет прежде всего о том, что необходимо усилить контроль за денежными оборотами в стране, за теми секторами экономики, которые плохо раньше контролировались. В этом разрезе стоит вспомнить историю с ФОПами, идеей с всеобщим декларированием, с увеличением электронного оборота денег, то есть будут пытаться закрутить гайки, но не путем повышения налогов, а путем, прежде всего, усиления государственного контроля за деньгами граждан. Вот по этому пути мы будем идти. Ну, понятно, то есть это, по сути, оно и есть не такое механическое повышение, а как бы загон большинства граждан в то, чтобы уплачивать эти налоги, достаточно высокие, от которых, собственно, раньше граждане бежали в тень. Да, абсолютно, сегодня уже говорят, что многие институции перейдут только на электронные деньги, то есть на карты, то есть возможность расплачиваться наличными, за что-либо будет только снижаться. То есть, видим, контроль за бизнесом усиливается, и, скажем, бюро экономической безопасности этим будет заниматься. Оно будет пытаться вылавливать экономические схемы, которые позволяют украинцам регулировать налогообложение. Хотя, если посчитать, они как-то считали, что за последних 7 лет в Украине было введено 6 или 7 новых налогов. И кроме военного сбора, к которому мы привыкли, заимелись налоги на недвижимость, многие другие формы налогов. И количество налогов, условно говоря, и налоговая нагрузка будет расти, несмотря на отказ, публичный отказ от якобы повышения налогов. Ну вот, на самом деле, я говорю о том, что, если, скажем, бюро экономической безопасности станет действительно работать по тем направлениям, которые ему поручают, мы понимаем, что у нас это может быть по-разному, может да, может нет, но тем не менее, то пострадают именно даже не теневые схемы, а такие вот полулегальные, ну, наподобие оформления сотрудников в качестве физлиц-предпринимателей, а не наемных работников и тому подобные схемы. И это все просто может уйти, ну, совершенно в тень, где его невозможно будет засечь. Возможно, но я думаю, что они будут думать над механизмами, как это, как с этим бороться. То есть опыт у них действительно есть большой, западные партнеры посоветуют. Но напомню вам, что параллельно с этим, к сожалению, заблокирована настоящая финансовая реформа. Напомню, там была реформа о легализации капиталов. Напомню, была ММВФ запрещает украинскому правительству выходить на внутренний рынок заимствования финансовых средств. Он пытается абсолютно взять под контроль украинские финансы и не оставить правительству нашему даже поле для финансового маневра. Это же теоретической возможности получить доступ к средствам, которые ММВФ не контролирует. Ну, кстати, это полная противоположность тому, что когда-то обещал Владимир Зеленский в своей предвыборной программе, а именно замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Да, абсолютно. Тем временем, на прошлой неделе вполне буднично прошла шестая годовщина подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года или, как его часто называют в СМИ, Минска-2. Напомним, этот документ предполагает возврат ныне неподконтрольных Украине территорий Донбасса на условиях прописывания их особого статуса в украинской конституции. Согласно комплексу мер по выполнению минских соглашений, этому должно предшествовать установление полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Итогом процесса мирного урегулирования, прописанным в Минске-2, должен стать возврат Украине контроля над ныне неподконтрольным участком границы с Россией в Донецкой и Луганской областях. Однако, невзирая на четкую последовательность пунктов, прописанную в вышеупомянутом комплексе мер, именно вокруг приоритетности их выполнения вот уже 6 лет идут дискуссии между Украиной, Западом и Россией. Российская сторона настаивает на буквальном прочтении и выполнении документа, в то время как украинская желает получить контроль над границей до внесения в свою конституцию изменений об особом статусе региона. В экспертных и журналистских кругах вышеописанное давно получило название «Минский тупик». Некоторые подвижки в его преодолении лидеры Украины, России, Германии и Франции пытались сделать на встрече в декабре 2019 года в Париже, но ввиду того, что обязательства о разведении войск на трех участках линии соприкосновения, взятые на себя украинской стороной, были выполнены лишь частично, процесс опять заглох. На фоне очередной годовщины подписания Минского комплекса мер, как водится, активизировались заявления сторон о подвижках в его выполнении, а точнее об их отсутствии. 27 января замминистра иностранных дел Украины Василий Бондарь в интервью агентству «Украинформ» заявил, цитата, «Президент Украины Владимир Зеленский сразу после победы на выборах предлагал идею перезагрузки форматов и более активного привлечения Соединенных Штатов к переговорному процессу. Это один из ключевых вопросов для обсуждения с американской стороной». То есть, основная идея Украины в вопросе мирного урегулирования на Донбассе сейчас состоит в том, чтобы привлечь к переговорному процессу США. Оставляя за скобками то, что сделать это невозможно ввиду позиции российской стороны, которая категорически против, непонятна сама цель подобных намерений. Если Соединенные Штаты за почти 7 лет никак не смогли поспособствовать урегулированию конфликта на Донбассе, как у нас любят говорить на украинских условиях, то что изменится от их гипотетического подключения к нормандскому переговорному формату? Ответа на этот вопрос, вероятно, не смогут дать ни в украинском МИДе, ни в офисе президента. На фоне тупика в процессе мирного урегулирования на Донбассе, недвусмысленный сигнал на прошлой неделе подал российский президент Владимир Путин. В ходе встречи с редакторами российских СМИ, отвечая на их вопрос о том, намерены ли в Кремле включать неподконтрольные Украине территории Донбасса в состав России, он ответил, цитата, «На наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом, и прежде чем какое-то решение принимать, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что». Стоит ли говорить о том, что и такие вопросы Путину, и такие ответы на них появляются в российском медиапространстве не случайно? Очевидно, они служат намеком украинским властям на то, что если затягивание выполнения Минского комплекса мер будет продолжаться, Россия активизирует интеграцию неподконтрольных территорий Донбасса в свой состав. Вспоминая о раздаче на Донбассе российских паспортов, синхронизации школьных аттестатов и университетских дипломов с российскими и многом другом, мы поймем, что де-факто это уже происходит. Но как же реагируют на подобные недвусмысленные сигналы в Киеве? Ответ на это мы можем найти в недавних заявлениях советника украинской делегации в Минской трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, сделанных в эфире телеканала «Украина-24». Цитата. «Я считаю, что это, то есть обострение ситуации на Донбассе не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной ближе к лету». Вообще, в Украине в последнее время много говорят о возможном или уже начавшемся обострении на линии соприкосновения. В частности, об этом недавно заявляли глава МВД Арсен Аваков и экс-президент Леонид Кравчук. Закономерно, что обвиняется в обострении противоборствующая сторона. Но интересно, на наш взгляд, другое. Заявления украинских чиновников об обострении звучат так, как будто сказаны они не в контексте переговорного процесса о мирном урегулировании, а в контексте закручивания гаек внутри страны. Создается впечатление, что разговорами о скором военном обострении граждан пытаются запугать или ввергнуть в патриотический гнев в преддверии продолжения зачистки оппозиционного информационного поля, которое началось с возбуждения уголовных дел против ряда анонимных телеграм-каналов, продолжилось запретом навещания трех телеканалов и, похоже, еще не завершилось. А вот в контексте реальных переговоров по мирному урегулированию на Донбассе в Киеве, похоже, ничего делать не собираются. Во всяком случае, на момент записи этой передачи украинские чиновники никак не отреагировали на явный намек Путина на аннексию отдельных районов Донбасса в случае дальнейшей пробуксовки выполнения Минского комплекса мер. В этой ситуации Киеву следовало бы активизировать процесс мирного урегулирования, чтобы не потерять неподконтрольные территории навсегда и получить реальный шанс на их реинтеграцию в Украину. Впрочем, у наших властей, вероятно, своя логика, для которой пугать население скорым обострением боевых действий выгоднее, чем пытаться реально вернуть Донбасс. О том, что сейчас происходит в вопросе мирного урегулирования на Донбассе, поговорим с политическим аналитиком Русланом Безяевым. Здравствуйте, Руслан. Добрый день, Данил. Добрый день, уважаемые зрители. Что, на ваш взгляд, происходит сейчас в вопросе мирного урегулирования на Донбассе? Это уже эскалация или все еще такой переговорный тупик? Фактически все, что происходит вокруг Минска-2 последние шесть лет – это война. А перемирие и обострение – это производная от слова «война». Фактически с первого дня подпишения Минска-2, в том числе западные посредники пытались найти формулу, которая позволит выполнить Минские соглашения. Особенно его ключевую часть – политическую. Но несмотря на все их попытки, давайте вспомним, что были задействованы и министры иностранных дел Франции, Рой Ледриан, и министры иностранных дел Германии. Это и Фан Майер знаменитый, и Хай Камаз. Несмотря на посредничество президента Франции и Германии, несмотря на попытки найти вот этот вот компромисс, который позволит сдвинуть политическую часть Минска с мертвой точки, мы ни к чему не пришли. И, на мой взгляд, прийти не могли. Это очень ярко показал попытка реализации последнего мирного плана Мартина Сайдика, который был при Петре Порошенко. В принципе, достаточно сбалансированный и делающий реинтеграцию возможным план оказался никому не нужен по одной простой причине – всех устраивал статус. Это, во-первых, а во-вторых, между сторонами категорически отсутствовал такой факт, как взаимное доверие. Попытка перезагрузки процесса, которая началась с 2019 года, ровно через год зашла в тупик, ровно по тем же причинам. Первое – нет доверия между сторонами. Второе – не перегруженное идеологическое поле ни в Киеве, ни в Донецке, ни в Луганске. И третье – выросло целое поколение политиков, которые благодаря этой войне вышли в публичную плоскость, получили свой социальный лифт и стали самыми бедными людьми на этой территории. Ну да, вы верно отметили, что есть еще и чисто экономический фактор, кто-то зарабатывает на той же торговой блокаде Донбасса, на перемещении товаров через линию разграничения и тому подобные вещи. И все-таки вот мне хочется, Руслан, задать вам вопрос, а к чему же мы сейчас идем? Мы понимаем, что в последние месяцы процесс мирного урегулирования, да и, собственно, переговорный процесс, он был фактически заморожен. То есть он вернулся в то же состояние, в котором находился во времена, будем говорить, позднего Порошенко. К чему это все сейчас ведет? О чем говорит тот намек, который посылал Путин недавно вот на встрече с редакторами российских СМИ? Говорит ли это о том, что Россия в принципе нацелена на какую-то, ну, что называется, аннексию Донбасса, включение его в свой состав? Или же это просто попытка играть такими серьезными заявлениями? Ну, смотрите, Путин же полностью процитирует, он сказал, что мы Донбасс не бросим, но мы хорошо подумаем над каждым действием, которое будем совершать. Да-да. Вот, это очень важная формулировка. Почему? Потому что многие цитируют эту фразу Путина только в таком контексте, в котором вы, то есть обрезаны. Если цитировать в таком контексте, то это получается, что Путин готов забрать Донбасс в Россию. Но если мы возьмем цитату в целом, то из этого не выходит. Путин готов забрать Донбасс в состав России, более того, его предсекретарь Бесков постоянно повторяет, что Донбасс это Украина. Что мы имеем на день сегодня? Мы имеем на день сегодняшний такой, знаете, преднестровский вариант. Собственно, об этом говорят и выступления Алексея Арестовича, об этом говорят выступления профильного вицефермира Алексея Резникова, который на ближайшие пять лет планирует восстановление только подконтрольной части Донбасса. То есть даже на уровне понимания проблематики они говорят нам о том, что нет, реальная реинтеграция Донбасса не рассматривается. Соответственно, не будет рассматриваться и политическая повестка местных соглашений. И мы получим по плану и ситуации именно сейчас в Приднестровье версия 2.0. Руслан, но ведь есть здесь существенное отличие от Приднестровья. В Приднестровье конфликт все-таки был заморожен. То есть там нет обстрелов, нет спорадических обострений, боевых действий и тому подобных вещей. А у нас он является вялотекущим. Вот как в 2014 году началось, так в общем-то и не прекращалось ни на день без каких-нибудь эксцессов. – Ну, эксцессы неизбежны в такой ситуации. Но все-таки согласитесь, уровень эскалации 2014-2015 годов и уровень эскалации сейчас – это разные вещи. – Разумеется. Но я веду к чему? Что это все-таки… – На арене, вы знаете, генералы Буроса и генерал Коронавируса. – Да-да. – Вот пока эти два генерала будут доминировать на поле боя, я не думаю, что будут интенсивные боевые действия. Они никому не нужны, потому что, правильно заметили, деньги любят тишину, в том числе и торговлю. То есть, да, там где-то локально обвиняются залпами градов. А в это время фуры себе везут продукцию по обе стороны. Обе заинтересованные стороны получают за это… Бабло побеждает зуб. – Ну, Руслан, вот интенсивные боевые действия – это все-таки там самая худшая перспектива. Оно ведь и состояние, которое есть сейчас, ну, такое ни мира, ни войны, периодические перестрелки на линии соприкосновения, оно ведь тоже весьма губительно для экономики, в том числе для украинской экономики, даже в первую очередь. – Да, оно губительно, особенно в плане того, что в течение ближайших трех месяцев возможно обострение. Я не думаю, что оно будет носить какой-то глобальный характер, боев за Донецкий аэропорт, Дебальцево. Думаю, что горячо будет. – Ну, то есть какое-то спорадическое такое усиление боевых действий, да? – Сейчас очень трудно предположить, Даниил, в какую именно форму это выделится. Вариантов здесь как минимум 3-4, но в любом случае это будет жарче, чем было, например, в 2015-2018 году. Что касается экономической составляющей, то, как мы понимаем с вами, в той или иной степени финансовая помощь Украины сейчас зависит от Международного Валютного Фонда. Решение по МВФ принимают Соединенные Штаты Америки. Соединенным Штатам Америки для того, чтобы сейчас войти в Европу, необходимо восстановить баланс Украины. Баланс своего влияния, который они очень сильно утратили за ответы Донецкой фронтам. Поэтому я думаю, что позиция новой администрации Балина будет заключаться в том, чтобы обложить Россию, знаете, такими горящими конфликтами по всему периметру ее границ. Поэтому, к сожалению, в этом обострении заинтересованы практически все. Кроме Украины и Франска с Донецкой. Руслан, то есть получается это такая с американской точки зрения стратегия увязывания российских ресурсов множеством различных локальных конфликтов. Ну и в первую очередь украинским, потому что он ближе всего к границам России. Знаете, я думаю, что с возвращением Виктории Нолан вернется ее концепция. Как продать эту проблему подороже Путину. А сколько оно сработает, ну посмотрим. В Соединенных Штатах на минувшей неделе провалился очередной, уже второй по счету, импичмент Дональду Трампу. Да-да, не удивляйтесь. Американские демократы хотели объявить импичмент человеку, который уже покинул президентское кресло с тем, чтобы он больше никогда его не занял. Такая вот демократия. Но вернемся к сути новости. 13 февраля Сенат Конгресса США оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. В поддержку импичмента высказались только 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны были проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов, так что экс-президент официально оправдан. Интересно, что Дональд Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. По заявлению недавнего оппонента Трампа, действующего президента Джо Байдена, цитата, «Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению». Стоит говорить о том, что продолжать обвинять своего предшественника после того, как Сенат официально оправдал его, это демократично, или вы сами уже догадались. В контексте новости о несостоявшемся втором импичменте Трампа интересно и то, что сразу после ее появления неизвестные проникли на территорию дома одного из адвокатов экс-президента и написали большими красными буквами у него во дворе слово «предатель». Ранее защищавший Трампа во время процесса импичмента адвокат Майкл Вандервин подвергся компании травли в СМИ и социальных сетях, где его называли фашистом, предателем и прочими оскорбительными словами за то, что он защищал экс-президента. Ситуация с травлей адвокатов Трампа показательна. Ведь в любом правовом государстве незыблемым является правило о том, что адвоката нельзя отождествлять с его клиентом и преследовать на этом основании. В противном случае преследованием подверглись бы почти все адвокаты, так как им часто приходится защищать вполне реальных преступников. Однако, как мы видим, в США после победы Байдена политическая целесообразность и уличный активизм раз за разом попирают нормы права. И в этом Соединенные Штаты становятся все больше похожи на Украину. В Беларуси 11 и 12 февраля состоялось долгожданное Всебелорусское народное собрание. Напомним, что это не заседание парламента или какого бы то ни было еще формального органа власти, а нечто более похожее на Всенародный Сход или Вече. Официально ВНС именуется масштабным народным форумом, объединившим представителей всех регионов страны, людей разных социальных групп, профессий, возрастов, в обсуждении наиболее важных вопросов жизни общества и государства. В суверенной истории Всебелорусское народное собрание проходило уже шесть раз в 1996, 2001, 2006, 2010, 2016 и 2021 годах. На этот раз поводом для созыва собрания послужила необходимость начать процесс изменения Конституции. Она, в свою очередь, стала результатом тех социальных потрясений, которые проходили в Беларуси во второй половине 2020 года. Как мы уже рассказывали в предыдущих передачах, после президентских выборов, прошедших в августе, в стране была предпринята попытка цветной революции, поддержанная из-за рубежа, в первую очередь из Польши и Литвы. Однако масштаб протестов дал белорусским властям понять, что в обществе существует серьезное недовольство сложившимся при Лукашенко порядком вещей. Основным компонентом этого недовольства служит так называемая усталость от самого Александра Лукашенко, которая накладывается на традиционное поколенческое противостояние условно-либеральных детей своим условно-консервативным родителям. С целью погасить это недовольство части общества и разработать механизм ухода от власти без разрушения существующего в Беларуси строя, там и решено было изменить Конституцию. Однако невооруженным глазом видно, что Александр Григорьевич стремится затянуть этот процесс, чтобы как можно дольше оставаться в привычной для себя роли единоличного правителя безо всяких сдержек и противовесов. В своем выступлении на Всебелорусском народном собрании он дал понять, что до принятия новой Конституции Беларуси остается еще около года. Цитата. «Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие, по-моему, там у нас местные выборы». Говоря о реформе парламентаризма в Беларуси, Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что проводить выборы по партийным спискам в стране пока рано, так как в ней за двумя-тремя исключениями отсутствуют реальные партии. С одной стороны, это заявление белорусского президента соответствует действительности. Но с другой, отсутствие партийной конкуренции после смены Конституции фактически законсервирует его роль как главы Беларуси, какой бы пост он формально не занимал, так как в парламенте, сформированном на мажоритарной основе, всегда легче собирать коалицию в свою поддержку. Еще одним важным вопросом, ответ на который был дан в ходе Всебелорусского народного собора, стал вопрос изъятия из Конституции положения о нейтральном статусе Беларуси. Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что закрепленное в Конституции стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. Министр предложил учесть данный аспект при работе над поправками в основной закон страны. Александр Лукашенко, комментируя предложение главы МИД, заявил, что нейтралитета нет. Цитата. Честно говоря, мы не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом. Может, мы и нарушали Конституцию. Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться, полагая, что нельзя постоянно менять Конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования. Отказ от прописывания в Конституции курса на нейтралитет в текущей ситуации носит не только формальный характер. На протяжении 2019 и первой половины 2020 года Лукашенко активно пытался играть в многовекторную политику, пытаясь выторговать у России экономические преференции при помощи угроз активизировать взаимодействие с Западом. Эта игра закончилась для него попыткой цветной революции, которая была пресечена не в последнюю очередь благодаря занятию Москвой жесткой позиции по поддержке порядка и конституционного строя в Беларуси. После этого зависимость Минска от Москвы стала гораздо более существенной, чем была раньше. В этих условиях вполне закономерно активизировались переговоры о дальнейшей интеграции в рамках союзного государства. Активное взаимодействие ведется и по линии организации договора по коллективной безопасности. Таким образом, отказ от прописанного в Белорусской Конституции курса на нейтралитет – это, с одной стороны, вполне прогнозируемый реверанс в сторону Москвы, а с другой стороны – констатация факта. Итоги Всебелорусского народного собрания проанализируем вместе с профессором, доктором политических наук Валентином Якушиком. Здравствуйте, Валентин Михайлович! Здравствуйте! Какие для себя вы выделили основные месседжи, основные посылы Лукашенко и других белорусских чиновников на этом форуме? Ну, во-первых, сказал он много, да, Александр Лукашенко, больше трех часов говорил. Но важные месседжи можно выделить, вы правильно отметили. Их, хотя я для себя нашел и такие латентные месседжи. Он продолжал показывать, что он свой человек для всего белорусского народа. Он такой же, как и все. И он будет так и держаться. У него не будет никаких вилл, не найдете у него каких-то миллионных сумм, это все было. И он готов со всеми сотрудничать. Мне в этом плане очень понравилось, я думаю, что это заранее продуманные месседжи. Он вспоминал фамилии блогеров, которые его активно поддерживали в сложное время. Например, моего давнего знакомого Шпаковского. Затем он сделал так совершенно естественно, что вспомнил своих бывших оппонентов. Одного, вот был же моим оппонентом, когда я шел в президенты, а теперь твой сын работает в Министерстве иностранных дел. То есть показывает, что быть оппонентом Лукашенко – это не опасно. А наоборот, ну показал, а теперь давай дружить. Вот такой месседж. Прекращаем вот это вот сопротивление, вернее, агрессивное противостояние. И давайте найдем компромисс. Но это, в принципе, тренд на выращивание системной оппозиции. Потому что до этого существовало только несистемное фактически. Я бы так не сказал. Вот недавно наш министр внутренних дел выступал в Харькове и сказал, что Харьков – это ментовский город. А вот Беларусь – это республика, это страна, в которой силовики имеют большое значение. И у меня такое впечатление, вот наблюдая за оппозицией, там могут быть такие усатые дядьки, которые гонят такую антирусскую пропаганду. Но видно, что эти ребята могут просто выполнять соответствующую форму. Ну, системность, предание системности, ну, как Жириновский там или другие. То есть, я думаю, там есть везде люди, способные поддержать Белоруссию как государство. Вот как в Германии, да, там четко есть фонды для каждой политической партии. Они выращивают свою элиту. Белорусы тоже старались это делать, но немножко, ну, как бы это опорно, чуть-чуть. За счет чего? Боязнь появления новых лидеров. Как бы чего ни вышло. И вот не воспитали этот новый, ну, ариопак, ну, как бы иконостас деятелей, представляющие разные политические силы, которые между собой могут грызться, могут даже батьку иногда послать куда-то подальше, потому что он время от времени их всех перетряхивает, да, говоря без белорусского акцента. Но все равно вот держат вот эту государственническую линию. А сейчас вышло противостояние, где возникла опасность вообще для субъектности Белоруссии. И вот это очень важная функция собрания. Первое. Привлечь тех, кто готов вовлекаться во власть. Ну, типа, мне кажется, пример нынешнего чеченского руководства в России, да. Они вначале активно боролись за независимость, против, как они говорили, там, русской оккупации и чего-то такого еще. А теперь важная опора существующая. Ну, Валентин Михайлович, все-таки здесь с Чечнёй сравнение, я бы сказал, некорректно, потому что там были очень серьезные религиозные разногласия между местными кланами и, собственно, клановые интересы. Ну, а мне кажется, тут даже эсхатологические противоречия, тут более чем религиозные, мировоззренческие. С одной стороны, государство консервативное, социально-консервативное, цивилизационно-консервативное, а с другой такие прогрессивные деятели, как Black Lives Matter, как руководство Демократической партии в США. А те, которые готовы пожертвовать ради высоких либеральных ценностей, и в том числе и стабильностью белорусской экономики, и спокойствием на ее границах и так далее, я думаю, это не меньшее противоречие. Ну, в общем, неолиберальная обслуга транснационального капитала. То есть готовность влиться в мировое сообщество в качестве небольшой, неспецифической части. Ну, где тебе будет... И все-таки, вот, Валентин Михайлович, самая большая проблема для Беларуси, выявленная в ходе этих протестов, это даже не то, что в стране есть определенная пятая колонна Запада, готовая действовать в его интересах, а то, что за этой колонной пошло значительное количество молодежи. Это показывает, что в обществе есть определенные проблемы. Вот как, по-вашему, на них ответы попытался дать вот этот народный собор, точнее, народное собрание, которое прошло? Ну, я бы уточнил, в моем понимании это не пятая колонна Запада, а это как бы удлиненная рука, по-английски extended hand, либерализма и западного, и российского. Потому что в раскручивании всего этого, да, то, что происходило, играли роль и российские олигархи, и российские некоторые башни Кремля, и более того, некоторые деятели из русской православной церкви, что потом было видно, о чем сейчас не очень говорят. То есть это реально почти эсхатологическое противостояние двух сил, сорганизованных цивилизационно-консервативно плюс социалистическими ценностями, или чисто либеральный рынок выведет туда, куда идет большинство прогрессивного человечества. Молодежи, конечно, но ее образование не настолько глубоко в гуманитарной сфере. Белорусы до сих пор не выработали своей национальной идеологии, пытались как-то колебаться между разными националистическими, такими умеренными концепциями социального государства и другой. Но и кроме того, вот очень важную роль в современном мире играют мещанские слои. Ну хочется им жить сейчас, они живут один раз всего, да, они не думают о какой-то духовности. Ну правда, ну сколько тебе выделено? Ну 80 лет в лучшем случае, в молодые годы нужно сразу же заработать, чтобы на Запад можно было поехать. Слава Богу, да, у Украины есть безвиз, да, и все, кто на таких позициях стоят, могут там найти себе в Польше где-то место. В Белоруссии хотя тоже они ездили, но здесь что получилось? То есть усилил коронавирус, или вернее даже вот эти меры, принятые в связи... Ну ограничения. Ограничения, да, ну карантинные, что белорусы вернулись, и они хотят переделать это. Вот в этом плане как раз Всебелорусское народное собрание играет важную роль. Оно консолидирует пролукашенковские силы, динамизирует их, то есть придает импульс. Ну вот сидит эта номенклатура, а в Белоруссии она, ну, похлеще, наверное, украинская. Они как бы более правильные, чем здесь, здесь хитроватые, да, а там они апатичные. Им нужно время от времени не только их перетряхивать, да, но им показывать, смотрите, мы сильны, да, мы идем в правильном направлении, это одно, и простой народ видит, да, батька молодец, он не растерялся, он настоящий боец, хорошо, мы будем... А в принципе в Белоруссии, ну, где-то как минимум 70% консервативные, социально ориентированные люди. Ну, а когда вышли с протестом молодые, динамичные, да, имеющие поддержку на Западе, да и в некоторых слоях российской номенклатуры, люди перепугались. Может быть, переворот, что делать? И вот здесь месседж со стороны президента, мы готовы меняться, да, на этом. И второе, а я не уверен, что мы победим, да, мы готовы принимать новую конституцию, я готов передавать свои полномочия, потому что если придет к власти другой человек из пролиберальной нынешней оппозиции, то не сдобровать, да, ну, слава богу, он не такой агрессивный, да, Лукашенко. Живет оппозиция нормально. А если там будут люди типа украинских активистов, которые сейчас заявляют, мы вам люстрацию устроим, что там они еще собираются делать? Ой-ой-ой. И тогда он говорит, нам нужно договориться о том, чтобы ни один волос не упал с головы тех, кто сейчас поддерживает Лукашенко. А Лукашенко – это не Лукашенко. Лукашенко – это белорусское государство. Вот такое консервативное, социально ориентированное. То есть давайте будем договариваться. Будут честные, плюралистические выборы. Не нужно бунтовать. И второе, кто бы не проиграл, давайте сделаем так, что у каждого все волосы будут на месте. Ну, а тем более голова. Лукашенко, вы знаете, вот я думаю, и вы со мной согласитесь, что Лукашенко, говоря эти слова, он все-таки понимает, что договариваться в политике не с позиции силы невозможно. То есть Лукашенко – это, будем говорить, тертый калач. И он в определенном смысле является таким, даже не настоящим, а просто истинным политиком, потому что он готов за нахождение во власти, за свои какие-то идеи, может, кто-то их считает примитивными, не только убивать, но и умирать. И он это показал, когда выходил там с автоматом к строю ОМОНовцев и так далее. То есть он остался там, он не сбежал, как Янукович. В общем, повел себя как настоящий политик. Поэтому я думаю, что все вот эти вот реверансы насчет договариваться, а если мы не победим, это фигуры речи. Ну и второе, вот хотел еще обсудить то, что он сказал по поводу партий. В частности, он говорил о том, что партийный парламент, выборы по партийным спискам в белорусский парламент – это для Беларуси пока еще рановато. что нужно пока исходить из мажоритарной системы. А между прочим, именно вот формирование партий в определенной степени позволило бы градус социального недовольства как-то понизить. Потому что партии – это какие-то уже возможности политических лифтов для той же молодежи. Вам так не кажется? Ну, мне эта логика понятна, высказанная вами. Но представляется, что есть страны, в которых нету партийной культуры. Я сам видел несколько таких стран или регионов. Вот я был на острове Мэн в свое время, в 1991 году. И оказалось, что в этой британской территории есть только одна в парламенте местном, только представители от либористской партии. И не нужны они там представители партии. Нужны представители различной профессии, различных семей и так далее. Точно так же и на Фарерских островах, и где-то еще не только в маленьких государствах. Смотрите, в Ливии. Муаммар Каддафи четко показывал, что партийность, она противоречит и исламу, противоречит ливийской культуре и так далее. Вот мне кажется, что в Белоруссии, к слову, как и на Украине, нету партийной культуры, она искусственна. Наши партии – это подразделения транснациональных корпораций, местных олигархов и так далее. Белорусы использовали вот этот опыт, по-английски это называется non-partisan democracy, не партийной организации демократического процесса, регулируемого, направляемого, но демократического и не партийного. Сейчас они оказались у разбитого корыта в этой ситуации, когда нужно найти какой-то заменитель тому, что партии были слабенькие, в том числе и оппозиционные, и та структура, которая могла претендовать на роль правящей партии, даже могла бы создать однопартийную систему, Белая Русь. И это не работает, надо думать, что. Вот у них есть выход. В зависимости от конфронтации, как оппозиция будет вести себя, возникнет либо однопартийная система, которая может даже прикрываться непартийными идеями, как в Ливии. Там была фактически при Маморе Каддафе однопартийная система, когда я говорю, нет, это не партийная. А вот эти ливийские народные советы, это была фактически однопартийная система. Значит, это один вариант, консервативное движение, социально ориентированное, которое будет базой. А остальные у него, ну, как такая псевдо-оппозиция, ну, как в России. Фактически, в России же, вот вся та оппозиция, которая сидит в парламенте, она как бы назначена. Вот ты будешь националистом, ты будешь типа социал-демократом, а ты будешь вспоминать о старых коммунистических ценностях, хотя от этого давно отошел. Итак, белорусам нужно сейчас принимать решение. А президент тянет, потому что за год нужно определиться, что там будет. Будут протесты, не будут протесты. усиливаться на однопартийную систему с небольшими формальными партиями, которые типа оппозиционные, а других запретить. Между тем, американо-китайское противостояние, которое обещает стать главным мировым трендом следующих нескольких лет, продолжает обостряться. В ночь с 10 на 11 февраля состоялся телефонный разговор нового американского президента Джозефа Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Он продемонстрировал сохраняющиеся напряжения в американо-китайских отношениях. Согласно краткому пресс-релизу Белого дома, Байден, цитата, «особо указал на свою существенную озабоченность касательно методов принуждения и недобросовестной экономической политики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе по отношению к Тайваню. В свою очередь, в Китае сочли вопросы Тайваня, Гонконга и Суар внутренним делом страны, а также призвали США уважать ключевые интересы КНР и действовать осторожно. При этом обе стороны сделали дипломатические реверансы, заявив, что выступают за взаимовыгодное сотрудничество и нацеленность на результат, однако вряд ли эта форма вежливости может кого-нибудь ввести в заблуждение. За последнее время имел место целый ряд фактов, свидетельствующих об усугублении американо-китайских отношений. Так, во время слушаний в Сенате, тогда еще кандидат в госсекретаре США Энтони Блинкен согласился с тем, что Китай проводит геноцид в отношении уйгуров. Также уже на прошлой неделе он похвалил Трампа за жесткий подход к Китаю. На церемонии инаугурации Байдена впервые за более чем 40 лет присутствовал представитель Тайваня, который Пекин рассматривает в качестве мятежной провинции. Кроме того, на прошлой неделе, о чем мы говорили в предыдущем выпуске нашей передачи, американский эсминец Джон МакКейн прошел через Тайваньский пролив в знак приверженности США сохранению свободного и открытого Индотихоокеанского региона. Как видим, чем дальше, тем больше сигналов свидетельствуют о том, что ближайшие годы станут периодом некого подобия новой холодной войны. На сей раз между США и Китаем. Намеки на то, какие направления могут быть использованы Соединенными Штатами для нанесения новых ударов по КНР, как это обычно бывает, дает американская либеральная пресса. 15 февраля на сайте информационного агентства CNN была опубликована статья журналиста Бена Вескота под названием «Когда Далай-Лама умрет, его реинкарнация станет религиозным кризисом. Вот что может случиться». В ней автор рассуждает о том, что после смерти буддийского духовного лидера найти его преемника будет крайне сложно, ввиду того, что Тибет контролируется китайцами. Для тех, кто не в курсе, отметим, что в тибетской государственной традиции, бытовавшей до присоединения региона к КНР, новый Далай-Лама определяется путем поиска среди детей, родившихся на Тибете, реинкарнации умершего Далай-Ламы. За поиск переродившегося духовного лидера отвечают специально подобранные и обученные монахи. Однако было бы наивно полагать, что журналист американского либерального издания глубоко озабочен сохранением преемственности буддийской религиозной традиции. Его интерес к вопросу определения будущего Далай-Ламы вызван тем, что духовный лидер является одновременно и руководителем так называемого тибетского правительства в изгнании. Данная организация базируется в Индии и выступает за отделение Тибета от Китая. Как пишет в своей статье Бен Вескотт, цитата, на данный момент нет официальных инструкций, описывающих, как произойдет реинкарнация Далай-Ламы, если он умрет до возвращения в Тибет. Но в важном заявлении 2011 года 14-й Далай-Лама сказал, что человек, который перевоплощается, имеет единоличную законную власть над тем, где и как он или она принимает перерождение, и эта реинкарнация должна быть признана. По словам журналиста, Далай-Лама добавил, что если он решит перевоплотиться, ответственность за поиски 15-го Далай-Ламы будет лежать на Гаден-Пхо-Дранг-Траст в швейцарской группе, которую он основал после своего изгнания из Китая для сохранения и развития тибетской культуры и поддержки тибетского народа. Далай-Лама сказал, что его реинкарнация должна быть осуществлена в соответствии с прошлой традицией. «Я оставлю четкие письменные инструкции по этому поводу», заявил он в 2011 году. CNN связалась с Гаден-Пхо-Дранг-Траст, чтобы узнать, были ли выпущены новые инструкции, но не получила ответа. Как пишет автор публикации, становится все более очевидным, что реинкарнация вряд ли произойдет в Тибете, области, к которой Гаден-Пхо-Дранг-Траст не может получить доступ. И вот тут, пожалуй, мы подходим к скрытому смыслу публикации CNN о, казалось бы, почти забытом мировыми СМИ тибетском духовном лидере. Заключается он в том, что США намерены использовать предполагаемую скорую смену Далай-Ламы и поиск его преемника для подогревания тибетского сепаратизма в Китае. Осуществляться это может с территории Индии, конфликтующей с КНР заряд приграничных районов и являющийся пристанищем так называемого тибетского правительства в изгнании. В общем, судя по вышеизложенному, противостояние США и КНР всеми доступными средствами с использованием всех слабостей друг друга еще только начинается. На этом наша передача подошла к концу. С вами был Данил Богатырев. До новых встреч в международной панораме на канале КРТ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КРТ.